Библейский портал экзегет.ру представляет 29 глава пророка Езекииля Я читаю свой перевод для библейского портала Экзегет К нему добавляю небольшие комментарии Ну вот у нас серия пророчеств против других народов И в 29-й немножко отдельно, и в другую даже дату Пророчество против еще одного народа И оно в необычной форме Давайте сначала прочитаем начало этого пророчества Потом я откомментирую В 12-й день 10-го месяца 10-го года Идет отчет от переселения в Вавилонию этой партии пленников Включая Езекииля Было мне слово Господне Сын пророческий, повернись к фараону, египетскому царю И пророчествую на него и на весь Египет Ну, во-первых, обратим внимание к фараону И на него и на весь Египет При этом имя фараона не названо Ну, египетская цивилизация, она такова Что фараоны есть олицетворение Египта Причем даже неважно какой В общем, любой человек фараон Он как бы продолжение вот этой линии фараонов И Езекииль как раз так это и видит Но что значит Египет для израильтян Вот мы говорили про Тир, про Финикию Что это вот такой блистательный торговый партнер И такая столица по сравнению с захолустем Египет, наверное, еще более столичный город Но главное, что Египет это могучая империя, которая рядом Которая всегда рядом Там ассирийцы, вавилоняне Потом македоняне и греки Потом римляне Они придут и уйдут А Египет остается там, где он есть Это соседняя великая империя Могучая сила И, в общем-то, Палестина, Ханаан Они традиционно в сфере влияния Египта Его торговые партнеры Зачастую и под его политическим управлением Поэтому для израильтян вполне естественно Обращаться к Египту за помощью В любой сложной ситуации Что и пытались сделать не раз Но большие империи, они занимаются своими проблемами Им совершенно не нужно спасать маленьких соседей Поэтому никакой помощи они, в общем, ни разу не получили И пророчество на него и на весь Египет Передай, что говорит владыка Господь Я против тебя, фараон царь египетский Огромный крокодил, что разлегся среди Нила И говорит, мой это Нил, я сам себе его сотворил Как и Тир Здесь фараон себя считает богом Но что касается фараона Ему подложности положено Для египтян фараон и есть божество Причем одно из главных божеств Соответственно, Нил это тот, чего зависит благополучие Египта И фараон это, в общем, да, это хозяин Нила И здесь он себя горделиво называет уже его творцом Подцепляя тебя крюком за челюсть Налеплю на твою чешую речных рыб Вытащу из тебя, из твоего Нила И все речные рыбы к чешуе твоей пристанут Да, такая карикатурная немножко картина В Ниле там крокодилы-бегемоты, а заодно много рыбы И вот этот крокодил вместе со всеми рыбками Брошь я тебя в пустыне, тебя и всю речную рыбу Рухнешь ты на поверхность суши Не уберут тебя, не закопают Оставлю я тебя зверям полевым и птицам небесным в пище И узнают жители Египта, что я Господь Вот фараоны нужно лишить Нила Тогда лишится он своей силы Для дома Израилева были они посохом из тростника Ухватились за него рукой, расщепился и плечо им пропорол Оперлись на него, переломился и бедро им повредил Ну понятно, тростник, он очень непрочный Его легко сломать, тростинку В то же время такой большой тростник, который вокруг Нила растет В его дельте, как раз он очень может быть таким острым на сломе И если на него опираться, то вместо надежной опоры Как от какого-то деревянного посоха получишь только серьезную травму Потому так, говорит Владыка Господь Наведу я на тебя меч Истреблю у тебя и людей, и животных Превратится земля египетская в заброшенные развалины И будут знать, что я Господь Без конца вот этот рефрен Будут знать, что я Господь То есть бедствие приводит лишь к тому, что люди узнают о силе Бога За то, что ты говорил, мой это Нил Я сам себе его сотворил Я против тебя и твоего Нила Я превращу землю египетскую в сплошные развалины Опустошу ее от Мегдола до Сиены прямо до границ Нубии Ну то есть два достаточно крайних таких населенных пункта Не стопит у нее нога человека И лапа животного не стопит быть ей необитаемой 40 лет Это, кстати, не сбылось Египет всегда был обитаем Наведу на страну египетскую разорение Пуще всех разоренных стран И города будут лежать в развалинах Пуще всех разрушенных городов 40 лет А египтян я рассею по народам Разгоню по разным странам Ну, по сути, здесь речь идет о том, что с египтянами Произойдет примерно то же, что с израильтянами Наверное, действительно, какая-то часть египтян была рассеяна Но, конечно, Египет не был полностью опустошен А здесь, скорее, такое символическое описание Судьба Египта подобна судьбе Израиля Израиль смотрит на Египет как на такой вот Ну, абсолютно стабильный, недвижный и способный помочь Да, народ, великое государство А разницы-то большой нет В принципе, все одно и то же Так говорит Владыка Господь По окончании 40 лет я соберу египтян от народов, где они были рассеяны Я верну благополучие Египту Поселю их в земле Патроса, откуда они и родом Ну, то есть, одна из областей Будет у них свое неприметное царство Оно будет неприметнее прочих царств Уже не вознесется над народами Я умолю их так, что народом им больше не править Впредь они будут для Дома Израилева не опорой, а напоминанием о той вине Когда он понадеялся на них и будут знать, что я Владыка Господь Опять-таки, Египет не стал незаметным маленьким государством С другой стороны, а где у нас сегодня египетская культура? Вот страна Египет, она, в общем-то, арабская страна Где копты Вот то население, которое хранит память о своем древнеегипетском происхождении Копт, кстати, Египет, вот это ГПТ, КПТ Это одно и то же, корень тот же самый Копты там в огромном меньшинстве В ничтожном, точнее сказать, меньшинстве И получается, что да, у них незаметное царство Среди вот нынешнего Арабского моря Они живут на своей земле, да Но при этом они вовсе не тот великий и могучий Египет Который когда-то был В первый день первого месяца 27-го года То есть уже значительно позднее Было мне слово Господне Сын человеческий, вавилонский царь Навуходоносор Изнурил свое войско осадой Тира Волосы у них всех повылезали Плечи у них всех оголились Но нет ни ему, ни войску от Тира награды за труды по его осаде Ну, то есть, взяли Тира, толку ноль Посему так, говорит Владыка Господь Я отдаю вавилонскому царю Навуходоносору Египетскую землю, чтобы он унес ее богатство Захватил в ней добычу, добра в ней награбил Это и будет платой войску В награду за совершенный им труд Я отдаю ему египетскую землю Потому что они потрудились ради меня Пророчество Владыки Господа Вот неожиданно оказалась связана судьба Тира Феникийского города с судьбой этого самого Египта И оказывается, что Господь награждает вавилонин Как носители его воли, исполнители, инструменты И вот, например, награждает египетскими богатствами В тот день, когда я верну дому Израиля в увеличии Я открою среди них и твои уста И будут знать, что я Господь Этот постоянный рефрен Ну что ж, бедствия постигают разные народы И 30-я глава продолжит эту тему